После ужина Ксения села с ногами на диван и взяла книгу. Только погрузилась в приключения героини романа, как в комнату вошла мама с вибрирующим телефоном в руках. Во весь экран улыбалась Светка Бородина. Ксения неохотно отложила книгу и ответила на звонок, выразительно глянув на маму. Та, наконец, сообразила, что мешает, и вышла из комнаты. Ксения нисколько не сомневалась, что мама будет стоять у двери и подслушивать. Минут пять они с подругой трепались ни о чем. Потом Светка сказала, что приглашает ее на день рождения. Празднование планируется в субботу на даче. — А он у тебя был месяц назад, разве нет? — удивилась Ксения. — Какая разница? Я готова праздновать его хоть каждый день. Это просто повод, чтобы встретиться. — Зачем? — Можно же просто встретиться, без повода, — сказала Ксения. — Нет, должна быть интрига, предвкушение. — Приезжает друг моего Генки из Германии. Он не знает, когда у меня день рождения. Он понимает, что к нему сейчас будет повышенный интерес и может отказаться встретиться просто так. А день рождения — это уже серьезно. — Динка? Ну, моя подруга, помнишь ее? Она прямо визжала, когда узнала, что он приезжает. Он то ли режиссер, то ли еще кто, не важно. В общем, связан с миром кино. Одинка очень хочет сниматься. Пристала, как банный лист, проходу не дает, достала короче. — Ну, тогда понятно. А я-то тебе зачем? — Ну как? День рождения же! Светка начала раздражаться на непонятливость подруги. — Для массовки? — догадалась наконец Ксения. — А почему на даче? Снег же еще не растаял. — Не тупи, Ксюх, чтобы не сбежал! — хохотнула довольная собой Светка. — Так поедешь? Развеемся, шашлыки пожарим. У нас там еще елка стоит. После Нового года так и не собрались съездить. — Да и снегу навалило. Вряд ли поехали бы. — Ну, пожалуйста, ради меня! — сказала Светка, и Ксения представила ее обиженно оттопыренную нижнюю губу. — Ладно! — вздохнула Ксения. Она согласилась потому, что до субботы еще четыре дня. За это время всякое может случиться. Например, заболеет она или Светка, или еще что-нибудь, и поездка сорвется. Ксения отложила телефон и сразу в комнату вошла мама. — А куда она тебя звала? — Мам, ну ты же слышала! — усмехнулась Ксения. Мама нисколько не смутилась. — Вот и поезжай, а то вечно сидишь дома. Скоро сорок, а ты не замужем. Я внуков не дождусь. — Мам, женихи не первоцветы, на даче не растут! — пошутила Ксения. Мне еще тридцать два, целых восемь лет до сорока, а дети должны рождаться в любви, а не потому, что ты хочешь внуков. Мама поджала гобы, махнула рукой и вышла из комнаты. Но через секунду вернулась и снова встала перед Ксенией. — Читаешь целыми днями. Живешь чужими жизнями, а твоя жизнь проходит мимо. Книги не помогут выйти замуж, а время идет… — Ты же слышала! Я поеду! Привезу тебе внуков оттуда! — снова пошутила Ксения. Мама обиженно покачала головой. — Прости, мам! Ксения вскочила с дивана и обняла ее. В пятницу снова позвонила Светка, напомнила про поездку, сказала, что одеться нужно нарядно, чтобы перед иностранным гостем не ударить в грязь лицом, что они с мужем будут ждать ее у дома ровно в семь. — А чего так рано? — возмутилась Ксения. — Дорога! Протопить дачу нужно, все приготовить, до вечера успеть бы. В шесть утра позвонил будильник. Ксения никак не могла вспомнить, зачем завела его так рано в выходной. Потом вошла мама и сказала, что завтрак уже готов. Ксения вспомнила про дачу, про день рождения и застонала. — Прощайте, спокойные выходные! Она поплелась в ванную. Когда через час вышла на улицу, перед подъездом уже стояла машина Светкиного мужа. Ксения села на заднее сиденье и хмуро поздоровалась. — Ну, не хмурься! Можешь поспать, пока едем! Милостиво разрешила подруга. Всю дорогу Светка щебетала. — И как с ней Генка живет? — подумала Ксения и вскоре действительно задремала. В дачном поселке было красиво и пусто. На участках белел нетронутый снег. Только на дорогах между домами темнели следы от автомобильных шин. Значит, в этом великолепии они будут не одни. В доме действительно стояла большая искусственная елка. На миг Ксении показалось, что они вернулись на два с половиной месяца назад и приехали встретить Новый год. Генка сразу занялся печкой, запахла дровами, смолой и детством. Не успели разгореться дрова, как к дому подъехали еще две машины. Ксения со Светланой смотрели в окно, как из одной вышла пара знакомых и Динка, из другой — высокий незнакомец в очках. — Это и есть режиссер? — Что-то не очень похож, — поделилась сомнением Ксения. — А ты много режиссеров в своей жизни видела? — спросила Светлана. Компания шла к дому. Динка прыгала, как молодая козочка, проваливаясь в снег и смеялась. Своим громким хохотом она сообщила о своем приезде всем, кто в этот момент решил тоже провести выходные на даче. «Хватит пялиться», — сказала Светка, и первая отошла от окна. Она пошла к двери встречать вновь прибывших гостей, а Ксения отправилась на кухню и стала выкладывать продукты из пакетов. «Твой друг, правда, режиссер?» — спросила Ксения у Генки. Тот не успел ответить, как в доме раздался топот, крики и весь этот шум перекрывал возбужденный Динкин смех. Она тут же бросилась к елке. Режиссер внес на кухню пакеты, обменялся рукопожатием с Генкой и кивнул Ксении, задержавшись на ней взглядом. «Помочь?» — спросил он. В кухню набился народ, и стало сразу шумно и тесно. Весело потрескивали дрова, гудел огонь в печи. Ксения подумала, что правильно сделала, приехав сюда. Перекусив бутербродами и чаем, мужчины пошли налаживать мангал на улицу, а женщины принялись резать салаты, варить картошку. За столом звучали тосты и поздравления. Светлана принимала подарки, ничуть не смущаясь. Потом стали танцевать. Динка без зазрения о совести висела на режиссере, которого звали Павлом. Он почти не пил и выглядел самым трезвым из всех. Когда Динка куда-то вышла, он пригласил на танец Ксению. «А вы действительно из Германии приехали? Вы давно там живете?» Спросила она. Павел пытался отвечать, но приходилось перекрикивать громкую музыку, и Ксения замолчала. Вернулась Динка, переключила музыку на более быструю и стала танцевать перед елкой. Едва не уронила ее. Несколько игрушек все же разбилось. Все бросились собирать осколки. Ксения под шумок схватила с вешалки куртку, сунула ноги в сапоги и выскользнула за дверь. На улице уже стемнело. Ксения подняла разгоряченное лицо к небу и увидела в чернильной темноте множество звезд, а в городе их почти не видно. «Красиво, правда?» раздался голос за ее спиной. Ксения сразу узнала его. «Давно не видела столько звезд. Разве в Германии их нет?» «Есть. Просто времени не было смотреть на небо. Здесь они ближе, роднее». «Вы скучаете по России?» спросила Ксения. «Первое время вообще хотел вернуться, а потом привык. Есть свои плюсы и минусы жизни там». «А над чем вы сейчас работаете? Какой фильм снимаете?» «Вот вы где!» в дверях показался Генка. «Пошли, а то пропустите самое интересное». «Мы сейчас», — ответил за двоих Павел. «Я вижу, вам тоже тут не очень нравится», — сказал он, когда за Генкой закрылась дверь. «Я всегда устаю от шума», — ответила Ксения и поежилась. «Жалко, что не сбежать отсюда». «Почему? Я на машине. Хотите, уедем?» «Куда? А куда хотите? В город, например. Отвезу вас домой». «А вещи?» «Светка обидится», — напомнила Ксения. «Потом позвоните, извинитесь, попросите ее привезти ваши вещи. Скажете, что я вас украл». «Ну что? Вы серьезно?» Ксения посмотрела на Павла, проверяя, не шутит ли он. «Поехали», — сказала она решительно, и первая пошла к калитке забора. В доме вряд ли слышали шум мотора, а если и услышали, то было уже поздно. Вряд ли за ними пустились бы в погоню, все были пьяные. Ксения откинула голову назад на спинку сиденья и закрыла глаза, а вскоре задремала. Проснулась она уже в городе. «Простите, надеюсь, я не храпела?» Спросила она смущенно и поправила слежавшуюся прическу. «Куда ехать?» Ксения назвала адрес, стала рассказывать, как лучше и быстрее доехать. «Я помню город», — прервал ее Павел. «А откуда у вас машина?» — спросила Ксения. «В аренду взял. Привык. Без колес чувствую себя голым». Возле ее дома Павел спросил у нее номер телефона. «Я позвоню завтра», — сказал он. «Вы отличаетесь от своих подруг». Ксения не успела уточнить, что он имеет в виду, как Павел уехал. «А что случилось? Ты же сказала, что вернешься только завтра», — встревожилась мама, когда Ксения вошла в квартиру. «Все хорошо. Дом маленький, спать негде. Да и не люблю я ночевать в чужом месте, ты же знаешь». На следующий день позвонила Светка и накричала на Ксению. Строила из себя тихушницу, а сама жениха украла. Ксения хотела сказать, что это он ее увез, но Светка все кричала и не давала даже слова вставить. Потом вовсе отключилась. Павел не позвонил ни на следующий день, ни через три. Зачем брал номер, если не планировал звонить? Пусть, пусть едет назад, к своим Гретхен. Все правильно. Куда мне до красавицы Дины? Сколько вокруг молоденьких девушек? А мне уже за тридцать. Так звучит все же лучше, чем скоро сорок. И Ксения постаралась выбросить Павла из головы. В среду вдруг пошел мокрый снег, переходящий временами в дождь. В марте погода непредсказуема. Ксения шла с работы, низко опустив голову, чтобы снег не попадал в глаза. Она свернула к подъезду, когда неподалеку просигналила машина. Ксения не отреагировала, ведь это точно не ей сигналили. — Ксения! — окликнул ее знакомый голос, когда она уже взялась за ручку входной двери. — Вы? — удивилась она, оглянувшись и узнав режиссера. — Здравствуйте! А я вас жду. Давайте поговорим в машине! — предложил он. На улице было слякотно и противно. Секунду подумав, Ксения села на пассажирское сиденье. — Я должен вам все объяснить. — Вы мне ничего не должны, — сказала Ксения холодно. — Никакой я не режиссер. Я работаю в сфере информационных технологий. Айтишник, по-вашему. Просто участвовал в создании спецэффектов для одного фильма. И Светлана почему-то решила, что я снимаю фильмы. — А почему вы сразу не сказали об этом? Там, на даче. — Дина мечтает сниматься в кино. — Нечестно так обманывать девушку, — упрекнула его Ксения. — Не знаю, — развел Павел руки. Сначала не понял, а потом не было возможности признаться. Он прав. Зря я на него наехала. — Дина хорошая девушка. Я извинюсь перед ней обязательно. Только... Вы извините, что не позвонил вам. Дела были. Потом у меня украли телефон. Я купил, конечно, но ваш номер не запомнил. Поэтому приехал сюда и решил дождаться вас, чтобы поговорить. — О чем? — спросила Ксения. А сердечко вдруг заныло в груди. — Ну, я обещал позвонить. — Потом... Светлана наговорила вам гадостей. Я знаю. Хочу извиниться за нее перед вами. Ксения, вы мне нравитесь. Вы настоящая. Умная. Беспрекрас. Странный комплимент. — Умная. Значит, некрасивая. — Простите. Я не умею говорить комплименты. Не хотел вас обидеть. У меня мало времени, чтобы ухаживать за вами. Через несколько дней я должен уехать. Поэтому перейду к главному. Он сделал короткую паузу. — Я предлагаю вам поехать со мной. Вы же меня совсем не знаете. Мы почти с вами не разговаривали. Я не могу так сразу. Вот и узнаем друг друга. Или у вас кто-то есть? Светка сказала, что вы живете с мамой. — Никого у меня нет. Я просто не могу все бросить и поехать за малознакомым человеком неизвестно куда. В другую страну. У меня здесь работа. Мама. Я не готова. Слишком неожиданно. У вас будет время подумать и узнать меня ближе. Мы будем общаться каждый день, поведя связи. Нужно визу оформить. Мы возьмем вашу маму с собой. Павел горячился. Его глаза горели. — Это вы сейчас делаете мне предложение? А давайте маму спросим. — Как? — уставился Павел на Ксению. — Сейчас давайте пойдем и спросим ее. Отпустит она меня или нет? — Вы приглашаете меня к себе домой? — У меня нет цветов. Я не уверен. Ксения. Ксения с сожалением посмотрела на него. Так она и знала. Разливался соловьем, а когда дело дошло, так в кусты. — Я пошутила, — сказала она, открыла дверцу машины и вышла под дождь. — Постойте. — Павел тоже вышел из машины. — Я согласен. Пойдемте. — Уверен? — усмехнулась Ксения. — Без цветов как-то не комильфо. — Да, с цветами было бы лучше, — согласился Павел. Мама увидела рядом с Ксенией мужчину и растерялась. — Это моя мама, Алла Владимировна. Мама, это Павел. — Очень приятно. Проходите. — Ксения, поухаживай за гостем, а я пока ужин разогрею. За столом мама с умилением взирала, как пустеет тарелка гостя, как один за другим исчезают ее пирожки, как Павел жмурился от удовольствия. — Я не поняла, простите, вы вместе работаете? — спросила мама. Павел растерянно посмотрел на Ксению. — Вы кем работаете? — спросил он ее. — Я учитель английского языка в школе. — Правда? — искренне обрадовался Павел. — Тогда с работой не будет проблем. — Тебя уволили? — заволновалась мама и уставилась на дочь. — Нет, Павел имеет в виду, что со знанием языка я быстрее найду работу в Германии. — А почему в Германии? Тебя отправляют в командировку? А как же я? — Павел живет в Германии. Он зовет меня с собой. — Я сделал Ксении предложение. Павел отложил недоеденный пирожок. — Надеюсь, ты согласилась? — снова заволновалась мама. — Но это же так далеко. — Вы поедете с нами, — уверенно сказал Павел. — Ксения приподняла бровь. Она шутит, разыгрывает спектакль. Никуда она не хочет ехать. А он уже говорит так, будто она согласилась. А где цветы? Бархатная коробочка с колечком. Ксения уже хотела возмутиться, сказать, что это шутка. Но, увидев, какими влюбленными глазами мама смотрит на Павла, промолчала. Она нисколько не сомневалась, что мама приложит все силы, чтобы он стал ее зятем. У Павла с мамой возникла взаимная симпатия. С мамой она еще кое-как справилась бы. Но против них двоих ей не выстоять. Ее сопротивление будет сломлено. Да и не хотела она, если честно, сопротивляться. Павел ей нравился. Может, это судьба? Ксения вдруг заметила, что они оба смотрят на нее в напряженном ожидании. «Что?» – спросила она, глядя то на одного, то на другого. «Я же сказала, что подумаю». «Только с детками не тяните!» Мама всхлипнула. «А кто будет помогать воспитывать твоих внуков?» – смягчилась Ксения. «Или мы все остаемся здесь, или мы дружно едем в Германию», – сказала Ксения и обняла маму. А Павел от волнения съел последний мамин пирожок. Субтитры создавал DimaTorzok «Или мы все остаемся».